Мы находимся в Саратовском районе, село Собуровка, на рыбоводческой базе, где разводят молоть стерлядей и готовят ее к выпуску в воду. РУСГИДРО принимает участие уже в 20 акциях по подготовке стерлядей, выпуску ее в ее естественные условия в 7 регионах. И сегодня первая такая акция проходит в Саратовской области. Осетровые рыбы исчезли. Исчезла белуга, исчез осетр, и из всего этого великолепия с черной икрой осталась только стерлядь. Потому что она истинный патриот Саратовской области. Выше Балакова она уйти не может, потому что плотину не пускает. Ниже границы Саратовской области она тоже уйти не может, там озеровидное расширение, там ей некомфортно. Поэтому она живет четко в Саратовской области. Чтобы стерлядь от нее рестилась, необходимо несколько условий. Определенная скорость в течении, там порядка 1 метра в секунду. Определенная температура воды и определенная освещенность, то есть прозрачность воды. Тех 40-50 тысяч стерлядей, которые живут в пределах Саратовской области, в пределах Волгоградского водохранилища, половозрелые и способные к нересту не больше 2 тысяч. Остальное-то молоть и стерлядь нерестится раз в 4 года в речных условиях. Соответственно, вот тут возникают достаточно большие проблемы. На этих 200-300 тысяч гектар, 2 тысячам производителей стерлядь друг другу найти сложно. Любителей черной икры и вкусной стерляжей ухи достаточно много, поэтому ее стадок страфически сократилось. За счет того, что вот начиная с 96-го года мы выпускали от 40 до 300 тысяч малышей стерлядей ежегодно, она не пропала. И численность стерлядей сейчас не превышает 40-50 тысяч экземпляров. Вы знаете, что она в Красную книгу в Саратовской области. Мы не берем ниоткуда рыбу, мы здесь выращиваем производителей из потомства тех первых рыб, которых поймали непосредственно в Волге, с генотипом именно тех рыб, которые в Болгоградском водохранилище раньше жили. Значит, мы получаем здесь икру, получаем личинку, выращиваем. В результате получаются у нас непосредственно мальки-стерляди, которых мы доблестно, в том числе и за счет уважаемой ГЭС, мы выпускаем в Волгу. Выживаемость от естественного нереста, если сравнить, там 10-тысячные доли процента. То есть из 10 тысяч мальков такого размера выживает из 10 тысяч 2-3 особи, а у нас почти 5%. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Сегодня мы выпустили в воду 14 тысяч мальков, которые вырастили здесь. Ну что, в добрый путь, рыба!